Забирают даже студентов и молодых отцов. Призыв в армию превратился в настоящую охоту. Почему отсрочку не получают даже те, кому она положена, как ее получить? И почему молодых людей призывного возраста ловят на улицах и на выходе с работы, выясняла Людмила Батюшкина. Мансар просит не показывать его лицо. Ему 21 год и он заканчивает университет. Чтобы получить диплом, нужно в обходном листе поставить подпись в военкомате. Но парень боится идти туда, так как несколько знакомых тут же забрали в армию. Когда я заканчивал 11 класс, я хотел пойти в армию. Но в последнее время там очень много смертей, суицидов. И сейчас в армии мой братишка, на год младше меня, каждый месяц по 3-4 раза звонит, просит деньги. Говорит, что день рождения или какие-то праздники. Но я думаю, это не на праздники. У него такой голос, каждый раз 2 тысячи, 3 тысячи. И не только у меня просит, у всех родственников. Сам не говорит зачем, не по-мужски это. Но не все там в порядке. И суициды тому доказательства. По словам Мансара, его друга забрали в армию, несмотря на то, что он без родителей, живет с бабушкой, и он у нее единственный кормилиц. В социальных сетях все чаще появляются видео, как полицейские останавливают и забирают молодых людей на улицах, в торговых центрах, развлекательных учреждениях и даже в медицинских организациях. По Казахстану, видать, везде сейчас так. У нас в Шемкенте то же самое. Поймали, скрутили, в автобус ее везли. Прямо на улицах вылавливают, около торговых центров и кафе. На площадях, короче, везде, где можно. Недавно на ТЭЦ автобус подогнали и прям с работы забирали. Так вот, и я думаю, есть гражданский долг. Должен? Отдай и ходи спокойно. У меня зятя прямо с работы скрутили и даже домой не пустили, а на следующий день в часть отправили. Мой сын вышел с работы в 23.00. На него сразу вышло 8 человек с военкомата, в том числе и участковый. Заставляли уехать в казарму. А что делать, если добровольно не хотят юношить и служить? В стране должна быть армия. Многие родители сами настраивают своих сыновей против службы, делая из них хлюпиков. Объясняют такой способ недобором. По статистике, сейчас в армию попадает лишь 15% молодых людей, подлежащих призыву. Однако служба в армии – это долг каждого гражданина. Явиться на призывной пункт по повестке – обязанность призывника. Но законом не предусмотрена ответственность за уклонение. Должностные лица местных органов военного управления на практике сталкиваются с такими моментами. Первое. Сокрытие родителями и близкими родственниками призывников. А также со стороны руководства частных организаций и призывников, временно работающих на договорной основе в сфере обслуживания населения. Это рынки, кинотеатры, торгово-развлекательные центры, пункты общественного питания, а также строительные компании. Во-вторых, смена жительства без снятия с воинского учета. Отсрочки предоставляют по состоянию здоровья студентам по семейным обстоятельствам, в частности женатым призывникам, имеющим ребенка или детей, священнослужителям. Как пояснил министр обороны, ошибочные повестки получают призывники, которые не предоставили своевременно в призывные комиссии справки, подтверждающие основания для отсрочки.